здравствуйте уважаемые подписчики и просто зрители моего канала хочу предложить вашему вниманию ролик который я назвал ересь жидовская или учение 12 апостолов значит перед тем как начать читать вам интересную одну такую заметку хочу что вы обязательно ребята посмотрели вот такой вот цикл значит передач геометрический анализ библии 1580 года владимир георгиевич попов это значит наш русский зодчий очень известный хочу чтобы вы посмотрели что он говорит на эту тему о библии делает он анализ а потом уже вы будете понимать как подменяются понятия и где подменяются понятия значит ну поехали есть у меня вот такой ролик русская библия анти жидовская книга где я показываю значит библейскую энциклопедию архимадрита никифора где есть свод 5000 русских слов удаленных из библии или замененных на еврейских на еврейские то есть когда вы их прочитаете значит ссылки у меня нету это я книгу прочитаны заказывал нашел на авито значит книгу мне выслали и она у меня есть эти слова они совершенно не подходят по смыслу и по значению ну вот допустим дуга а было радуга было слово сосна а стало слово ясень то есть если вы найдете такую книгу посмотрите то вы увидите что огромное количество слов и по смыслу они не подходят то есть были заменены эти слова и смысл первоначальной самой библии был изменен давайте значит я вам зачитаю вот такое вот интересное учение 12 апостолов это значит из полтавские епархиальные ведомости журнал за 1909 год поехали учение 12 апостолов книга издательства посредник в 1906 году выпустила в свет небольшую брошюрку под заглавием учение 12 апостолов перевод с греческого лев николаевич толстой предисловие переводчик сообщает что учение 12 апостолов есть древняя рукопись найдена и недавно в старинном сборнике что эта рукопись известна была древним отцам церкви афанасию и в серию и другим которые знали ее и упоминали о ней в своих писаниях но сама рукопись была затеряна что в 1883 году митрополит греческий в риении живущий в константинополе открыл это учение в старинные рукописи и напечатал ее учение это говорит лев николаевич толстой есть самое древнее изложение проповеди иисуса христа оно было написано тогда когда еще были живы люди слышавшие самого христа впоследствии переводу и подробному анализу содержания первой части произведения и практическим выводом из него он предпосылает такую общую оценку его в этом древнем учении сказано все то что нужно каждому человеку для познания истины христовой и спасения души своей учение это не длинно и не мудрено и всякий может прочесть его и всякий может понять его и всякий может исполнить его оно то учение которое открыто младенцам то благое иго и легкое бремя которым оно призывает нас тот ключ воды живой которому может так которому может всякий прийти это то самое учение которое проповедано христом на горе и написано в 5 6 7 главах матфея и называется обыкновенно на горной проповедью все что нужно для спасения своей души и есть в этом учении и миллионы миллионы христиан спаслись и спасаются и весь мир спасется им как видно из приведенных слов лев николаевич толстой придает учению 12 апостолов исключительное значение оно самое древнее изложение проповеди иисуса христа а на ключ воды живой и следовательно должно быть поставлено рядом с каноническими евангелиями или даже выше их естественно возникает вопрос так ну и какой ребята у них возникает вопрос а как же это так ничего себе как говорит вот в этой ребята вот в этом ролике геометрический анализ библии владимир георгиевич попов говорит что вот в этой библии 1580 году нет ни слова евреях ребята вот поэтому это но и не признано вот это учение 12 апостолов понимаете да не совпадает а в чем же виновата лев николаевич толстой а в том ребята что в этой в этом евангелии 12 апостолах не говорится ни слова о церковниках поэтому то ребята он шел не против бога а он шел против церковников вот давайте теперь я вам и зачитаю они приводят здесь перевод как переводил деф николаевич и предлагают слов свой вариант но как мы уже выше прочитали источник утерян так где это рукопись известно было древним отцам так 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 где тут вот но сама рукопись была затеряна как всегда у нас все теряется сгорает или утопает так ну поехали в главе 7 памятника у лев николаевича толстого переведено что же касается до омовения то омывайте так наперед скажите тому кого омываете все то что тут сказано и потом омывайте во имя отца и сына и святого духа в воде проточной если же не имеешь воды проточной то омывай в другой воде если же не можешь в холодной то омывай в теплой если нет ни той ни другой облей три раза водой голову во имя отца и сына и святого духа перед омовением же пусть постится тот которого будут омывать и тот который будет омывать и другие если могут тому же того омывать будешь прикажи поститься за день или за два а вот что предлагают церковники правильно с греческого следует перевести то есть ребята есть богоизбранный народ и есть богоизбранные люди которые имеют право трактовать ту или иную евангелие что же касается крещение видите да уже подставили слово крещение а было омовение что же касается крещение то крестите так а у него было омывайте крестите во имя отца и сына и святого духа то есть проточной в воде живой проточной если же не имеешь воды живой то крести в другой воде о не ледак поехали дальше в главе девятый памятника у льва николаевича толстого переведено что же касается благодарности за пищу то прежде пищи благодарите так сперва о питье благодарим тебя отец наш за святой виноград давида отрока твоего а об еде благодарите так благодарим тебя отец наш за жизнь и разум как же переводят нам церковники следует перевести что же касается евхаристии то благодарите так прежде о чаше благодарим тебя отец наш за святой виноград давида отрока твоего относительно же преломления преломляемое хлеб хлеба благодарите так благодарим тебя отец наш за жизнь и видение то есть ребята что же касается благодарности за пищу а тут перевод что же касается до евхаристии но ребята как тут написано вверху она понятна и ребенку это евангелие и представьте кто-то начинает ребенку говорить что же касается до евхаристии ребенок думает елы-палы да что же это такое что он мне тут отчешет понимаете да поехали дальше в день господень собрали в голове 14 в день господень собрались вместе евшие и благодарите исповедавшие прежде грехи свои церковники предлагают в день господень собрались вместе преломите хлеб и благодарите исповедавшие все грехи свои Видите, опять Поехали И тут, значит, он объясняет Кто эту главу писал, чего и как И в чем, значит Не прав Лев Николаевич Он, значит, тут приводит Но самое главное, ребята, в том, что Мы не видим оригинала Можно писать что угодно Покажи оригинал Так, в главе 15 У Льва Николаевича напечатано Поставляйте себе Надзирателей и служителей Достойных Господа Мужей Кротких То есть, понимаете Выбирайте из своих же Из своей же среди А нам переводят, слуядуют перевести Поставляйте себе Епископов и диаконов Достойных Господа Мужей Кротких То есть, опять нам Подсовывают Богоизбранных И Богом назначенных Поехали дальше В главе 4 У Льва Николаевича Толстого Не повелевай рабу Или служанке Они веруют тому же Богу Как ты А то Как бы от огорчения Они не перестали бы бояться Того Бога Который Над нами Обоими Потому что Приходится Повелевать Но по лицам А по тому Кому назначил Дух А тут Следует перевести Во гневе Своем Не повелевай Рабом Своим Или рабою Надеющимся На того же Бога Дабы они Не перестали Бояться Бога Сущего Над обоими Вами Ибо Он Не приходит Призвать Судя по лицам Но призывает И тех Коих Уготовлен Ну короче Видите Да Что Ничего Непонятно Чего они тут Переводят Да Хотя в начале Он пишет Все понятно Для ребенка И для любого И спокойно Исполняется И спокойно Все читается Понимаете Да Поехали дальше Так Секундочку Так Поехали дальше Во второй главе У Льва Николаевича Толстого Переведено Не клянись А должно перевести Не приступай клятвы Так как Это слово Никогда не значит Клянусь А только Ложно клянусь То есть Видите Как То есть Я это понимаю Так Написано было Не клянись То есть Не давай клятву Такую Которую Ты не можешь Исполнить А тут А тут Переводится Не приступай Клятвы То есть Дал клятву Не приступай Это разные вещи Поехали дальше Так Термины Епископ И дьякон В новозаветной Письменности И в памятниках Древнехристианской Литературы Имеют Вполне Определенное Значение Если даже Является Пререкаемым Степень Авторитета Носящих Это звание Лиц И круг Присвоенных Им Прав И обязанностей Почему Обращает Епископ И дьяконов Совершенно Неопределенных Надзирателей Над чем И служителей Причем И кому Относительно Которых Сам Лев Николаевич Толстой Вероятно Не может Дать Никакого Объяснения Ребята Все Объясняется Очень Просто Без Поповцев Без Поповства Общее Название Приверженцев Одного Из двух Основных Направлений Русского Старообрядчества Возникло В конце 17 Века По смерти Священников Старого Рукоположения То есть Поставленных В русской Церкви До реформы Патриарха Никона Старообрядцы Именующие Себя Древнеправославные Христиане Или же Священство Неприемлющее Оставшись Совершенно Без Песченников Стали В быту Называться Без Поповцами Вот тут Вот ребята Википедия Врет Потому что В одной Книге Я прочитал Что Без Поповства Это не Те Которые Остались Без Священников А это Тогда Когда Отец Семейство Глава Сам Читал Эту Библию Для своих Детей Понимаете Да Разные Вещи То есть Не нужны Были Бога Избранные И Бога Поставленные Вот Такая Вот Интересная Штука Находится Читайте Обязательно Ой Смотрите Обязательно Вот этот Геометрический Анализ Библии 1580 Года Владимир Георгиевич Попов Обязательно Посмотрите Интересный Человек И Интересно Объясняет Он Эту Самую Библию 1580 Года И он Там Прям Так И Говорит Это Самая Анти Жидовская Книга Спасибо За внимание Подписывайтесь На канал